Спасибо большое. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей повестке вопросы повышения безопасности дорожного движения. Речь идёт прежде всего о сохранении жизни, здоровья тысяч граждан нашей страны. А это, как мы понимаем, важнейшее направление государственной политики. Добавлю, что уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет и на устойчивость социально-экономического развития, на эффективную работу всей транспортной инфраструктуры России. Эту тему мы уже подробно обсуждали на президиуме Госсовета. Это, правда, давно, это было в 2005 году, и по его результатам тогда были внесены необходимые поправки в законодательство и изменения в правила дорожного движения. Принята и реализована федеральная целевая программа на 2006-2012 годы. Особое внимание уделялось ремонту и реконструкции дорог и автомагистралей, совершенствованию всей дорожной инфраструктуры. Началось внедрение новейших технологий в области логистики дорожного движения, организации медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, а также для отслеживания нарушений и оперативного реагирования на них. За прошедшие годы количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 11,8%, существенно уменьшились социальные и транспортные риски. При этом уровень автомобилизации в стране возрос более чем в полтора раза. Сейчас во многих городах на тысячу жителей приходится в среднем по 300 машин. Ясно, что их число машин будет увеличиваться. И это объективный вызов и для участников дорожного движения, и для тех, кто отвечает за его организацию. Подчеркну, что фактор массовой автомобилизации не может и не должен быть обоснованием неизбежности аварий и их трагических последствий. Наоборот, мы должны добиться кардинального снижения числа погибших и пострадавших при ДТП. Напомню, что за прошедшие десятилетия в результате таких происшествий получили ранения более трёх миллионов человек. Погибло при этом, обращаю ваше внимание на эту ужасную цифру, за десятилетия – 350 тысяч человек. Это население достаточно приличного города, страшные, бессмысленные жертвы, которых можно было бы избежать. И абсолютное большинство таких трагедий произошло по вине водителей. Именно агрессия и неуважение к другим участникам дорожного движения, как правило, приводят к тяжелейшим авариям. Поэтому, считаю, ключевой задачей – воспитание культуры вождения. Это строгое исполнение правил дорожного движения, следование нормам грамотного, дружелюбного поведения на дорогах, понимание ответственности и за свою жизнь, и за жизнь своих близких, за безопасность других участников движения. Понятно, что воспитание такой культуры – это процесс длительный, поэтому он должен идти параллельно с ужесточением наказаний за нарушение. Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить проблему с ремнями безопасности, например, заставили устанавливать в салонах машин-кресла для детей или, как говорят специалисты, удерживающие устройства. В результате этих и других решений вдвое снизилось число погибших в городах и населённых пунктах. Но их количество остаётся, тем не менее, неоправданно высоким. В мае прошлого года мной были даны поручения правительству принять дополнительные меры по снижению смертности от ДТП. В августе правительство утвердило соответствующий план мероприятий, в котором в том числе было намечено внести в Государственную Думу 13 законопроектов. Однако все сроки были нарушены. В Госдуме сейчас всего один законопроект, остальные всё ещё проходят согласование в правительстве. Я прошу под личную ответственность соответствующих министров, руководителей ведомств, которым была поручена подготовка этих документов, внести их в парламент, с тем, чтобы они, как и было запланировано, были приняты в весеннюю сессию этого года. Повторю, снижение смертности от ДТП – наша главная задача. Так, по-прежнему много людей гибнет на пешеходных переходах. В прошлом году более тысячи человек. Считаю, что нужно повысить ответственность водителей за нарушение правил на пешеходных переходах. Вот смотрите, в 2015 году отмечен рост ДТП на пешеходных переходах на 2% в сравнении с 2014 годом. Всего нарушений – 19 779, и 1233 человека погибли. Самым распространённым происшествием с тяжёлыми последствиями остаётся выезд на встречную полосу. Наказания вплоть до лишения прав не останавливают лихачей. В результате их безответственного вождения гибнут ни в чём не повинные люди. Полагаю, что правительству необходимо представить план мероприятий по комплексному, системному решению этой проблемы. Нужно более активно использовать профилактические меры, в том числе и сотрудникам дорожно-патрульных служб. Они обязаны не только фиксировать нарушения, но и на деле заниматься организацией безопасного движения. К процессам профилактики ДТП, к просветительской работе необходимо широко привлекать средства массовой информации, общественность, использовать возможности интернета. Всё это, особенно, действенно на региональном и муниципальном уровнях. И здесь, на президиуме Госсовета, мы можем, конечно, сформулировать дополнительные и конкретные рекомендации для регионов по более тесному сотрудничеству и со средствами массовой информации, и со структурами гражданского общества. Вот сейчас только на выставке зам мэра Москвы изложил просьбу, которая звучала в последнее время, звучит и от других руководителей ряда субъектов Федерации, а именно рассмотреть вопрос о передаче им части полномочий по администрированию штрафов за нарушение правил дорожного движения. Ну, наверное, об этом тоже можно подумать, имея в виду, что основную работу как раз муниципальные или региональные власти и проводят по этому направлению. Некоторые регионы готовы реализовать программы по установке устройств фиксации превышения скорости на федеральных трассах. Цель – пополнение полученными средствами дорожных фондов субъекта Федерации. Считаю, что реализация этих предложений будет полезна и регионам, и федеральному центру. Конечно, критерии передачи указанных полномочий нужно подробно обсудить с правительством и с главами субъектов Федерации. Уважаемые коллеги, понятно, что безопасность дорожного движения – задача комплексная. В её решении важна роль и органов власти всех уровней, и профильных ведомств, и хозяйствующих субъектов. Очевидно, что необходима эффективная координация деятельности всех этих структур, к чему приводит её отсутствие, свидетельствует в том числе аварии, которые произошли из-за дорожных проблем. Их отмечают при оформлении каждого третьего ДТП. Так, в зонах дорожных работ, например, регулярно происходят порядка 4% ДТП. Только в прошлом году здесь погибло 20 человек, и 113 получили ранения. И всё потому, что до сих пор нет нормативного акта, который бы обязывал специально обустраивать эти потенциально опасные участки. Местные власти кивают на дорожные службы, ремонтники на инспекции по безопасности движения. Решение, казалось бы, очевидного вопроса не продвигается. И подобных проблем, как вы знаете, немало. Я уже не говорю, конечно, о качестве дорог, это само собой разумеется. Это отдельная, огромная задача, связанная с финансированием. Но вот эти-то вопросы, вопросы, связанные с организацией работы на дорогах, можно решить? В связи с этим рабочая группа Госсовета предлагает правительству определить федеральные органы, ответственные за организацию дорожного движения и за его безопасность. Нам предстоит сегодня подробно обсудить эти предложения. Назрела необходимость в законодательном регулировании вопросов транспортного развития территории с учётом организации безопасного дорожного движения и оперативного управления. Каждый региональный или муниципальный проект в этой сфере, конечно, должен быть частью общей взаимосвязанной системы единого транспортного каркаса страны. При этом стандарты строительства новых и реконструкции существующих дорог, дорожных объектов должны в полной мере учитывать все аспекты безопасности. Остановлюсь ещё на ряде важных задач. Первое. Более широкое использование механизмов страхования. Эти вопросы нужно включать в программу подготовки водителей, чтобы страховая культура становилась частью их водительских навыков, воспитывала личную ответственность. Она нужна и для защиты их интересов, и для обеспечения безопасности дорожного движения. Далее. Чтобы убрать лишние неудобства и формальности, необходимо реализовать комплекс мер, направленных на массовое оформление ДТП без участия сотрудников полиции. Ну, собственно говоря, в этом один из смыслов предложения, которые делает московская мэрия. Конечно, при условии причинения только материального ущерба. Сегодня далеко не все участники дорожного движения готовы к таким самостоятельным действиям. Но за ними, конечно, будущее, и эти принципы скоро станут такими же привычными, как страхование машин. При этом прошу Банка России и страховые компании принять действенные меры, чтобы предотвратить распространение фальшивых страховок. Эта проблема в последнее время приобрела массовый характер и наносит ущерб не только гражданам, но и репутации самого страхового дела. Ещё одна важная задача – обучение детей правилам поведения на дороге. И вот сейчас мне здесь показывали, как организована эта работа и в Ярославской области. Хочу поблагодарить за это губернатора и всех коллег, кто занимается этим, в том числе и руководителей школ, которые предоставляют свои помещения для работы с малышами и время выделяют и для работы с учащимися школ, и с малышами из детских садов. Но нужны специальные программы по созданию автогородков в школах и центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Это общая забота и для федеральной, и региональной власти, а также для бизнеса, разумеется, прежде всего, страхового, который может внести солидный материальный вклад в организацию программ по обеспечению безопасности на дорогах. Следующее направление – это оказание своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Здесь, повторю, уже многое сделано, включая развитие системы специализированных медицинских учреждений. В прошлом году была введена в эксплуатацию «Эроглонас» – государственная информационная система экстренного реагирования при авариях. Она обеспечивает получение сигнала о ДТП соответствующими службами, начат выпуск автомобилей, оснащённых её терминалами, что позволяет спасти жизни пострадавших. Пока, к сожалению, установка «Эроглонас» в машинах не стала массовой. Полагаю, что все хорошо понимают значимость этого вопроса, и прежде всего, автопроизводители, от которых мы ждём самого активного подключения к этой работе. В целом нужно сделать всё необходимое, чтобы на сигнал о ДТП безотказно реагировали все службы о помощи. Уважаемые коллеги, мною были обозначены далеко не все вопросы, требующие нашего обсуждения. Полагаю, что на сегодняшней встрече и на ваших уступлениях вы уделите всему этому комплексу вопросов должное внимание. Давайте начнём работать.